Итак, здравствуйте. Начнем наш семинар, который будет посвящен такой замечательной программе, как Autodesk Fusion 360 и конкретной теме поверхностной моделировки. Значит, про сам программный продукт, конечно, рассказывать не буду. Это у нас, ну, прежде всего, это SAPR, это система автоматизированного проектирования. Да, более подробную информацию об этом продукте всегда можно посмотреть на официальном сайте Autodesk. Это продукт относительно новый, довольно эффективный, и, как и любой другой SAPR, предназначен он для разработок, то есть для реализации ваших идей. Соответственно, там есть все необходимые инструменты для того, чтобы эту идею воплотить. Сначала разработать, потом, соответственно, изготовить. Изготовить можно как, разработав чертежи, отдав на завод, где вам смогут изготовить. Можете сами изготовить по своим же чертежам, можете написать программу для ЧПУ-станка, там есть встроенный КАМ-модуль, или в качестве распечатать на 3D-принтере. Возможности много. И вот сегодня наша тема будет посвящена именно созданию достаточно сложного изделия посредством инструментом поверхностного моделирования. Значит, программа у меня уже запущена, программа скачивается с официального сайта, зарегистрируйтесь на сайте autodesk.com, и сможете получить программу. Программа скачивается, устанавливается, устанавливается достаточно быстро, но обязательно нужно иметь аккаунт на Autodesk. Autodesk без этого не получится. Итак, запустив программу, вы видите, вот здесь написан пользователь. Собственно, программа у нас на английском языке, на русский она не переводится. Возможно, когда-нибудь в будущем, но пока нет. Ну и начнем, значит, начнем с того, что я представлюсь, да, вот такой небольшой экскурс в саму программу. Рассказал, еще раз говорю, более подробно на сайте Autodesk можно почитать. Программа, опять же, достаточно сейчас очень быстрыми темпами распространяется, очень много уже по ней на работу. Значит, теперь немножко о себе. Зовут меня Савочкин Александр Александрович, являюсь я преподавателем учебного центра специалистов. По образованию инженер закончил Баунинг. И, да, прежде чем, да, что мы будем делать, да, определим задачу. Какая задача на сегодняшний семинар? Задача у нас будет состоять в следующем. Значит, по, сейчас появится слайд, по вот такому эскизу, да, который был разработан художником, создать 3D-модель, которую впоследствии можно изготовить. Надо, например, подготовить под нее оснастку пресс-формы, отлить, или в качтоге можно даже распечатать на 3D-принтер. Итак, задача. Есть эскиз, да, необходимо получить из нее 3D-модель. Соответственно, запускаем программу, запускаем программу. И первое, с чего начнем, это создадим проект. Итак, значит, новый проект, new project. Называем его, что-то у нас будет, канистра. Соответственно, этот проект у нас будет храниться в облаке, будет храниться в облаке. Он не хранится на компьютере и будет доступен с любого места, да, то есть, где есть интернет, где вы можете подключиться. Соответственно, вы сможете и поработать с вашим проектом. Итак, теперь первое, с чего начнем, значит, это картинка. Эта картинка, у нас эскиз, был разделен на две, на вид сбоку, вот он, да, и, соответственно, вид сверху. Вот эти два вида, два вида, две картинки, нам нужно вставить и их обрисовать. Значит, первое, начнем. Будем использовать инструмент, называется insert, вставка картинки. Итак, insert. Дальше. Fusion предлагает указать, первое, что плоскость, на котором будем вставлять эту плоскость, xy. Дальше. Select image. Указать картинку. Side view. Вот она появилась. Теперь ее нужно развернуть на 90 градусов и нажать ok. Можно еще перенести, но пока сильно выставлять ее не буду по координатам. Почему? Потому что пока нет смысла, пока мы ее не растянем под нужный размер. Значит, растягивать под нужный размер. Определимся, что, да, у нас по ТЗ, по техзаданию, которое нам выдал, да, для разработки, тот, кто разрабатывал эскизы, сказал, чтобы высота канистры, да, от основания до кромки, соответственно, горловины будет 300 миллиметров. Итак, нам нужно растянуть картинку до этого значения пропорционально. Картинка добавилась вот сюда, в дерево, вот она, браузер. Значит, на ней нажимаем правой кнопкой мыши, Calibrate, и указываем две точки. Точка 1 и точка 2. Далее указываем размер, как я сказал, озвучил 300 миллиметров. Соответственно, картинка отмасштабируется до выбранного размера. Вот теперь, теперь ее можно переносить и устанавливать начало координат. Правой кнопкой Edit Canvas и начинаем ее перемещать. Соответственно, вот здесь у нас точка пересечения трехсправочных плоскостей, это точка с координатами 0,0, и вот я так примерно ее сюда и ставлю. Готово. Теперь следующее. Устанавливаем следующий вид сверху. Точно так же поступаем, только на эту у нас будет плоскость XZ. XZ в Select Image. И здесь, здесь мы уже будем ее растягивать по существующему виду. Вот так вот и теперь ориентируем. Примерно. Тут точность плюс-минус. Все, готово. Итак, картинки вставлены, по которым мы теперь будем воссоздавать модель. Значит, вначале сохраним, чтобы результат у нас никуда не потерялся. Save. Вызываем импульс канистра. Сохраняется, соответственно, в созданной проекте. А вот он появится. Ну, а теперь начинаем. Первое. Значит, проанализируем. Проанализируем изделие. И начнем с того, что воссоздадим боковые стенки. Эту и эту. Соответственно, смотрим на верхнюю проекцию. Видно здесь у нас две дуги. Две дуги, да, и если посмотреть на картинку, на вид слева, видно, да, что они вот здесь тоже не изгибаются прямые. Соответственно, это просто у нас, по сути, вытянутая дуга. Итак, используем эскиз Create Sketch на плоскости XZ. Дальше. Рисуем линию. Нажимаем правой кнопкой, превращаем ее в Normal Construction. То есть это у нас будет являться вспомогательной геометрией. И, соответственно, используем, опять же, инструменты эскиза. Sketch Arc. Дуга по трем точкам. 3 Point Arc. И обрисовываем вот так. Сюда. И, соответственно, примерно так вот поставляем дугу. Все, дуга построена. Вторую дугу мы получим посредством зеркального отражения. Соответственно, используем инструмент эскиза, который называется Mirror. Указываем, что отражаем. Указываем относительно чего. Теперь переключим рабочее пространство со вкладочки модель на инструменты патч. Здесь как раз и находятся инструменты поверхностного моделирования. И две дуги мы вытянем экструдер. Значит, поверхность, поверхность, в отличие от твердотельного элемента, не имеет толщины. Это такая некая абстракция. Абстракция более точное определение – это оболочка нулевой толщины. В жизни такой объект невозможен. Да, у нас нет объектов, которые не имеют третьего измерения. Но в компьютерном моделировании такие абстракции позволяют создавать очень сложные модели. Поэтому толщины нет. Есть только два измерения. Нажали ОК. Получили первую часть нашего изделия. Дальше. Соответственно, в папке в браузере они добавились. Бодис, тела. Нажимая на лампочки, их можно отключить. И теперь обрисуем вот с этой проекцией. Здесь у нас будет использован сплайн. Сплайн – это у нас гладкая кривая. Итак, нам снова понадобится эскиз на плоскости XY. Правой кнопкой в браузере Create Sketch. Вызываем инструмент сплайн. И начиная от нулевой точки, начинаем обрисовывать изделие. Ну, здесь опять же примерно вот так. Конечно, картинка. Сюда. Сюда. Примерно стараюсь попасть точно по заданному контуру. И заканчиваем здесь. Окей. Теперь добавим ограничения. Да, находятся они на Sketch Palette Constraining. Вот они. Соответственно, какие нам здесь понадобятся Constraining? Первое. Горизонтальность, вертикальность между конечными точками сплайна, чтобы они были на одном уровне. Это первое. Дальше. Второе. Управление касательностью сплайна. Мы точно сделаем, опять же, вертикальным здесь и вот в этой точке здесь. И на этом, в общем-то, достаточно. Больше образмеривать не будем. Stop Sketch. Теперь следующее. Для того, чтобы нам получить форму, мы должны протянуть объект. А в данном случае это будет дуга по этому сплайну и получить форму в боковой проекции. Для этого нам снова понадобится эскиз. И это будет эскиз на плоскости. Сверху это X, Z. Опять правой кнопки Create Sketch. Create Sketch картинка. Значит, первое, что опять нарисуем. Ну, в общем-то, вот этот эскиз, чтобы он нам не мешался, его можно отключить. Все эскизы, которые мы создаем, помещаются в соответствующий раздел Sketch. Их можно отключить. Дальше. Опять вспомогательная геометрия. Line. И дуга. Create Sketch Arc. Три точки. Здесь. Здесь. И, соответственно, здесь. Добавим теперь необходимое ограничение, чтобы у нас дуга была симметричная. Выделяем объекты. И добавляем constraint в симметричность. И теперь дугу мы немножко можем вот так вот растянуть. Так примерно в формула сазалистов Sketch. Возвращаем назад эскиз, который был скрыт. И теперь, используя инструмент в разделе Create, называется Sweep. Это протягивание профиля по заданной траектории. Траектория у нас сплайн. Профиль у нас является дуга. Итак, Sweep. Профиль. Дуга. Маршрут. Сплайн. Получаем вот такую форму. Что соответствует у нас боковой проекции. Окей. Возвращаем назад те тела, которые были скрыты. Смотрим, да. Уже что-то вырисовывается. И следующим шагом, следующим шагом нам нужно будет с вами удлинить вот эти поверхности, чтобы у нас здесь не оставалось проем пробелов. И, соответственно, вот здесь, вот эту поверхность тоже можно немножко удлинить, чтобы потом обрезать их и получить заданную форму. Итак, для этого мы используем инструмент, находящийся в Modified. Называется он Extend. Extend. Указываем, что продляем. Эту, эту. Тут, в общем-то, размер не имеет значения. Главное просто, чтобы она выходила за границу. Первая здесь. Повторяем этот инструмент с другой стороны, с другой поверхности. Extend. Здесь. Здесь. И то же самое, то же самое проделываем с поверхностью, полученной посредством по траектории. Итак, Extend. Выберем кромку здесь и кромку здесь. Вот так вот. Окей. Теперь картинки временно можно отключить. Она нам понадобится только, когда мы будем создавать ручку. Поэтому картинки мы отключим. И дальше отсечем лишнее. Для этого будет использоваться инструмент, который называется Trim. Выбрав инструмент Trim, указываем. Первое. Что отсекаем и чем? Значит, первое. Вначале отсечем, используя эту поверхность. Выбрали поверхность инструмента отсечения. Указали, что отсекаем. Окей. Теперь то же самое проделаем с другой стороны. Modify Trim. Указываем поверхность, которую отсекаем. Указываем, что отсекаем. Теперь здесь. Итак, Modify Trim. Чем отсекаем? Дальше указываем, что отсекаем. Остается вот такая форма. Можно включить назад картинки, сравнить. Видно, да, что у нас так, что похоже. Теперь следующий этап нашей работы. Это создание ручки. Значит, ручку, ручку. Создание. Опять же, разобьем на несколько частей. Первая часть, это у нас будет вот эта сама часть ручки. Вот она. Вторая часть построение вот этого перехода. Да, корпуса вот такой вот такой формы переход. И третьей частью будет построение перехода вот здесь. Значит, опять же, вот эту часть. У нас сечение ручки одинаковое. Это круг заданного диаметра. Соответственно, такую форму мы можем получить, опять же, посредством инструмента SWEEP. То есть протягивание профиля по траектории. И, соответственно, что? Нам нужна траектория. Траекторию мы начертим на плоскости XY. Create Sketch. И это снова будет сплайм. Сплайм. Значит, первая точка пойдет здесь. Дальше здесь. Сюда. И сюда. Итак, используя инструменты управления касательностью. Получим нужную нам кривую. Дальше. Дадим, соответственно, условия. Вот здесь для этого управления, элемента управления, дадим условия горизонтальности вертикальности. Все. Можно завершить Stop Sketch. Теперь нам понадобится дополнительная плоскость, дополнительная плоскость, чтобы нарисовать эскиз, эскиз круга, который мы будем протягивать. Итак, используем инструменты Construct. Construct. Play Along Pass. Плоскость вдоль пути. Указываем, соответственно, маршрут. Distance 0. Привязываем его к крайней точке. И теперь использую эту плоскость. Эту плоскость. Соответственно, создаем эскиз. Где она у нас добавилась? Вот она. Construction. Plan 1. Create Sketch. Create Sketch. Sketch. Окружность. Используем центр диаметра. С привязкой к сплайну. И создаем окружность. Здесь можно подать размер 30 мм. Стоп Sketch. Теперь у нас есть необходимые условия для создания элементов по траектории. Create. Sweep. Профиль. Окружность. Маршрут. Сплайн. Готово. Теперь следующим этапом. Вот здесь вот. Закруглим. Вот так вот. Да? Сгладим. Для этого будет использоваться инструмент, который называется патч. Добавление закладок. Патч. Заплаток. Boundary edges. Используем кромку для создания границ. И даем условия. Значит, понятия непрерывности мы здесь обсуждать не будем. Используем понятие курвату. Кривизна. Как видите, форма стала вот такая. Теперь вот здесь переход. Вот здесь переход. Значит, первое. Такие части, такие элементы строятся посредством так называемого лофта. Лофт – это инструмент, инструмент, который создает плавный переход между профилями. Соответственно, первый профиль у нас есть. Это вот эта вот окружность. Вот она, кромка полученной поверхности. Теперь нужно взять второй профиль. Вот здесь вот. Второй профиль мы получим следующим способом. Мы обрежем поверхность для получения необходимого профиля. То есть, сделаем здесь вырез небольшой. Для этого выреза нам снова понадобится эскиз. Это будет окружность. И окружность нужно, опять же, расположить на плоскости, под углом. Чтобы получить нужную форму, нам нужно построить соответствующую плоскость. Поэтому первое, с чего начнем. Вначале создадим эскиз. Эскиз – это будет линия. Вот так. Которая определит угол для нашей плоскости. Теперь используем констракт plane as angel – плоскость под углом. Указываем линию. Даем угол в 90 градусов. Теперь использую снова инструменты эскиза. Только уже на плоскости 2. Create sketch. Разворачиваем постоянно. Рисуем окружность. Нет его, это не он. Это не он. Да это не он, говорю. Вот где-то вот так. Стоп, скетч. Все, да, получили. Вот теперь этой окружностью, этой окружностью, мы и обрежем поверхность нашего изделия. Лишние элементы можно скрыть, нам больше не нужны. И теперь, используя все тот же инструмент, находящийся в Modify Trim, выбираем окружность, выбираем, что вырезаем. Итак, давайте я отключу картинки. Тут результат. Теперь у нас есть два профиля. Два профиля, между которыми посредством лофта мы сможем построить переход. Итак, лофт. Указываем первый профиль. Дальше указываем второй профиль. Получается вот такой результат. Теперь, чтобы результат был похож на тот, что представлен на картинке, нам нужно дать условия. Переходы условия на границе. Условие на границах будет касательно. Вместо Connected указываем tangent в одном месте и tangent в другом месте. Дальше, используя вес касательности, мы можем управлять получаемой формой, делать больше-меньше. И таким образом стремиться к тому результату, который мы видим на картинке. Ну и, соответственно, здесь оставляем линейку. Ок. Итак, вот тот результат, который уже есть. Сохранимся. И двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Следующим этапом мы работаем вот с этой частью ручки. Здесь картинки уже можно отключить. Больше у них пока нужды нет. Значит, первое, что здесь нам нужно сделать. Значит, для начала вот эту поверхность и эту поверхность объединим в единую поверхность. Итак, Modify. Для этого используется инструмент Stitch. Объединение поверхностей. И объединим эту с этой. Ок. Чтобы это была единая поверхность, чтобы мы могли использовать ее в качестве инструмента обрезки. Теперь внутри, вот здесь мы видим, что часть этой поверхности зашла внутрь нашего изделия. Да, зашла внутрь изделия. Соответственно, мы должны здесь вот эту часть отсечь, чтобы у нас получилась опять же единая поверхность без пересечений. Потому что впоследствии мы зашьем вот здесь вот эту часть внизу, заплатку делаем. И получим твердое тело. Итак, Modify. Trim. Значит, первое, выбираем, чем отрезаем. Выбираем, что отсекаем. Итак, видим срезы. Теперь вот эту часть. Вот здесь кромку ее видно. То же самое. Это у нас остается от этой стенки. Modify. Trim. Значит, сначала указываем, чем вырезаем. Выбрали ручку. Видите, она выбирается целиком, потому что мы ее сшили. И указываем, что отрезаем. Ок. Итак, мы видим, вот у нас получилось у нас, соответственно, отверстие. Теперь остается последнее. Зашить. Вот здесь. Вот эту часть зашить. Зашить. Опять же, для удобства. Все это объединим в единую поверхность. Соответственно, стич. Вот так. Окей. И теперь, используя Create Patch, по кромкам создадим заплату. Теперь у нас поверхности. Поверхности образуют непрерывный объем. И в этом случае мы можем превратить в твердое тело. Соответственно, используем Modify. Опять же, тот же самый стиль. Выбираем все поверхности. И если поверхности образует непрерывный объем, непрерывный объем, то Fusion предложит создать новое твердое тело. Мы думаем, окей. Тело снижается. Как проверить, что это тело? Его можно разрезать. Inspec. Section Analysis. И по плоскости симметрии. X и Y. Мы видим, да, что у нас запомнилось теперь это твердое тело. Мы можем назначить материал, можем посчитать массу, можем в конечном итоге сделать какой-нибудь простой, достаточно рассчитан. непрямоустойчивость, да, посчитать. Итак, теперь здесь запруглим вот эти части. Здесь уже нам больше инструментов поверхностного моделирования не нужны. Переходим в раздел моделей. Используем уже твердотельные. Modify филер. Выбираем пробку 1, пробку 2. Указываем радиус. И чтобы получить более, более лучшую форму, более лучшую форму, используем условия кровоток. G2. То есть сопрягаем поверхности по привязне. Соответственно, у нас радиус привязной будет изменяться более плавно, более плавно, в отличие от касательности, где происходит резкая смена радиуса привязной. И форма, если ее изготовить будет, на этом идеально будет лучше смотреться, нежели обычное касание. Окей. И то же самое проделываем вот здесь с этой кровоток. Modify филер. Ну, здесь радиус делаем 15 миллиметров. И тоже используем кровоток. Теперь вот здесь. Вот эту часть здесь тоже используем филер. Modify филер. Здесь можно использовать скрубление кровоток. Опять же, условия, которые назначают, зависит от того, кто создает изделие. То есть это все и причины, которые определяют, какие условия использовать. Я опять же использую кровоток. Итак, получили форму. Теперь проведем анализ, прежде чем двигаться дальше полученного результата института. Значит, первое. Курлатура map analysis. Анализ кривизны. Получаем на поверхности, чтобы оценить, насколько используем параметр гауссового кривизна. Мы видим зоны, где у нас кривизна большая, где меньшая. Чтобы оценить получаемый результат. Вот здесь вы видите, что происходит. Здесь происходит резкая смена радиуса кривизны. Не плавный цвет, как вот здесь в этом случае, а именно резкая. Почему? Потому что здесь другое условие касания. Здесь и здесь. А вот здесь вы видите, именно плавное изменение цвета. Плавное изменение цвета. Итак, окей. Собственно, анализ добавился в дерево. Его всегда нужно подключать. И второй анализ, который можно провести, это зеброанализ. Это проецирование рефлекторных линий. Да, по сути, это модель рефлекторных линий, то есть модель блинков, которая будет возникать на глянце и поверхности изделия. И с помощью них опять же можно оценить условия. Вот здесь мы видим, что полосы у нас совпадают, но образует острый угол. Здесь условие касания. А вот здесь, вот здесь, мы видим, что полосы, углы, в общем-то, не образовывают, а плавно переходит одна в другую. Здесь условие кривы. Итак, с помощью вот этого анализа для нас важно оценить, нет ли каких-то складок на поверхности. Мы видим, поверхность достаточно вам. То есть, если изготовить изделие с антрубленцевым, блин выглядит именно таким образом. Ну, чтобы более лучше high quality сделать, да, более лучший результат, более точный, но потребует больше времени на обработку. Итак, проверили, да, поверхность получилась достаточно качественной. Теперь следующее. Остается добавить горлышко. Вот оно. Здесь нам уже поверхности не нужны. Здесь мы будем использовать инструмент револьф, вращение профиля эскиза вокруг оси. Итак, это у нас будет площадь стикси, create sketch. Первое, что нам понадобится, это ось, line. Делаем ее, соответственно, констракт. И рисуем против горлышка. Итак, line. здесь, сюда, сюда, и, соответственно, сюда. Подальше заведу, внутрь, чтобы у нас тела объединились. Так, я довел, по-моему, сюда, и сюда. Вот, теперь довел. Видите, профиль закрасится, он должен быть запах. Теперь размеры. Размеры, да, у нас горлышко не просто на глаз, они имеют конкретно задние размеры, соответственно, проставляем эти самые размеры, sketch dimension, sketch dimension сюда, сюда, 25, здесь 35. И высота, согласно техническому заданию, у нас должно быть 300 миллиметров. Все, теперь используем инструмент Revolve, Revolve, вращаем профиль, вокруг выбранной, на пол 60 градусов. Указываем операщий joint, чтобы эти элементы объединились, и мы получили необходимую нам геометру. Ну, а теперь, да, это у нас, по сути-то, что, цельная, она должна быть тонкостенная, она должна быть тонкостенная, для создания тонкостенного элемента, мы используем в разделе Modify, называется Shell, полочка. Итак, Shell, указываем направление, выбираем тело, выбираем грань, которую мы исключаем из оболочки, указываем толщину, допустим, полтора миллиметра. Вот, посмотрите, выбранная грань была исключена из оболочки, исключена из оболочки, да, вот она. И теперь нажимаем ОК, нажимаем ОК, мы получаем контактную деталь. Подтормаживает немножко, требуется, конечно, больше времени на пересчет. Ну, вот тут еще выделены глюки видеокарты. Соответственно, сейчас отрисуется все, и справится. Итак, констракт. Сделаем разрез, section analysis по плоскости х. Видимо, тут что-то совсем исключило. Вот тогда оболочку я сейчас временно откачу назад. Да, он как-то совсем печально стал. Сохраним. Но это перестроится, обновиться. Да, это у нас тут глюки видеокарты включились. Ну, в общем-то, изделие сделано. Остается теперь только назначить материал. Назначить материал. Правой кнопкой в разделе Барис физика материал. Это у нас будет пластик. Пластик. АБС. И, соответственно, внешний вид покрасим изделие правой кнопкой. Правой кнопкой appearance. Appearance. И выбираем что у нас будет покажено. Краска. Paint. Вот такая powder. Выбираем цвет. зеленый. Сейчас этот материал будет загружен. И назначаем этот материал. Итак, все. Изделие готово. Теперь, вот я бы еще раз какие-то просто жуткие галлютые видеокарты. Я попробую, конечно, этот элемент удалить, чтобы он вернулся назад. Но, видите, это почему-то проблему совершенно не решает. Теперь, следующим этапом, мы хотим наше изделие показать заказчику. Для этого мы используем render. Render. Куда? Что будет? Ну-ка? Ну-ка. Сейчас программа нам. начнет отрисовывать. Ты скажи, там что-то, ну-ка, мне что-то что-нибудь. Ну, скажи, нахаж, как дела? Серьезно. Fusion нам тут выдал ошибку. То, если бы проверить, что еще хорошего не делать. Нет, Fusion программа достаточно стабильная. Достаточно стабильная. Нет, проверена. Программа достаточно стабильная, работает хорошо. но вот, к сожалению, по непонятным причинам, как видите, возникла ошибка. Ошибка не связана с нами, ошибка связана с железом. Собственно, мы рассматривали вкратце, да, вот такой этап построения, этап построения изделия. Но, к сожалению, программа под конец немножко себя не очень хорошо повела. Не очень хорошо себя повела. Но, тем не менее, естественно, за 47 минут, которые отложены нам для вебинаров, полностью описать процесс построения, к сожалению, не нужно. Но, подобные изделия, подобные изделия, мы разрабатываем на курсе, где мы изучаем именно курс, вот эту программу, просто снижаем. Поэтому, если кто хочет научиться делать такие вещи, более сложные, я могу показать, что мы на курсе сейчас ее запущу, что мы делаем с вами. Изделия, вот оно как выглядит, вот, путь изделия немножко исправился, исправился, и изделия, в общем-то, все нормально. Так вот, чтобы это изделие отлить, изготовить в массовом масштабе, да, никто в массовом масштабе на курсе не делает. Это удобно, неэффективно, не нужно. Делается пресс-форма, вырезается пресс-форма, и отливается после хвости на машине, которая это делает в самую скорость. Я их видел один раз. Но, во-первых, эту канистру, эту канистру, например, безделия, на какой-нибудь кронштейн, вы должны рассчитать на кронштейн, на аксусе, или нет. Вот так, пожалуйста, что мы получили. Ну, собственно, как я покажу, чем мы занимаемся на курсе, да, это вот один из вариантов, один из вариантов того, что мы делаем, того, что мы делаем. Сейчас я покажу, пожалуйста. Помимо этого, рассматривается, опять же, в том числе, и расчеты на прочность, да, вот видите, вот крошки, и рассматриваем, опять же, те же постановки, использую, кстати, сети, да, вот, пожалуйста, вот, видим, опять же, да, пока использую уже полигенальные сети, то есть, учимся работать с сетями, это вот вам как раз ответ на вопрос, зачем тогда Макс, у фьюжена, в общем-то, у фьюжена достаточно эффективный региональный сетей, то есть, не обязательно для этого Макс. Дальше, что и все у нас было с вами, сегодня на уроке с таком мы изучаем, вот, я сборку покажу, вот, вот, мы проектируем вот такую вот подвесочку, да, модель подвески автомобиля, модель подвески автомобиля сейчас загрузится, загрузится, на вот, пожалуйста, и, соответственно, мы еще исследуем кинематику, смотрим, как она работает, поэтому приглашаю вас на курс, для меня все это подробно, детально, с упражнениями, вот, пожалуйста, видим, подвеска, она, видим, она двигается, она работает, вот, пожалуйста, причем она имеет ограничения, да, но и все физически работает, что? Да, 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 то есть все полностью, все связи, все с тобой, как видите, она работает, то есть можно посчитать углы, углы, вон, они там отображаются, такие же движения и так далее, ну, вот, да, мы познакомились с одной из возможностей фьюжин, вот же на курсе фьюжин мы изделия печатаем на принтере и с некоторым временем у нас появился станок, спасибо фирме Roland, да, очень классные станки изготавливает, и, в общем-то, мы еще учимся читать кам-программы, кам-программы, да, и делаем небольшую обработку на станке, вырезаем полученные изделия на модельном пластике, поэтому, кто хочет действительно изучить очень эффективный и не самый сложный инструмент, опять же, инструмент очень простой внести. фьюжин проще, фьюжин эффективный, и, собственно, Autodesk, Autodesk позиционирует этот инструмент, фьюжин, как инструмент для стартапов, для проектов, для изобретателей, то есть, у вас есть идея, да, вы хотите ее реализовать, у вас есть, допустим, инструменты прототипирования, чтобы ее отработать, есть станочный парк и так далее. Соответственно, что, берем какой-нибудь более мощный саппорт, ну, тот же инвентарь, если брать, он достаточно тяжелый, да, там, скажем так, на него, насколько вы не сможете работать, все-таки это требует инженерные какие-то навыки и так далее, то во фьюжине достаточно просто, буквально, да, пройдя курс, вы уже сможете научиться создавать различные изделия, считать, как-то там, простые расчеты на прочность делать, оценивать ваше изделие и, в общем-то, даже печатать и писать программу для станка. То есть, скажем так, небольшой путь понадобится от идеи до конечного прототипа. Вот еще пример был, тоже по фьюжину семинар, семинар, и мы там учились, проектировали, опять же, вот такой вот робот, ну, робот у меня шасси уже было, да, робот шасси уже было, мы под него проектировали корпус для микроконтроллера. Тоже был вебинар, буквально предшествовал у меня по фьюжину было два вебинара, будет еще, да, в общую, и первый вебинар был посвящен именно твердоте, моделирование, и ставилась задача спроектировать вот такой корпус для микроконтроллера, видим, вот он из двух половинок, пластиковый, именно проектировался с учетом печати на 3D принтере, вот, и для последующей установки на разработанное шасси. Вот пример работы, да, который можно выполнить во фьюжину. И, в общем-то, второй вебинар у нас был посвящен использованию уже более сложного моделирования. Все это вы сможете делать, окончив курс. Курс длится 4 дня, поэтому приходим, выходим специалистами и реализовываем свои идеи, коих, я думаю, у вас достаточно много. Ну, а на сегодня наш вебинар закончен. Спасибо за внимание. Спасибо.